Всем доброго времени дня, это Артемий Троицкий, вы смотрите канал АРУ-ТВ, программа «Хижины дяди Тёмы». Я даже не знаю, как назвать вот этот сюжет, в котором я сейчас немножко поговорю. Я бы, наверное, вместо названия дал бы картину художника Вере Щегина. Знаете, был в 19 веке, в позапрошлом, у нас такой художник, знаменитый русский реалист, который, в частности, рисовал всякие сцены войны. Также у него есть знаменитая картина из серии «Апофеоз войны». Это вот такая пустыня, такая какая-то среднеазиатская то ли пустыня, то ли степь, и там возвышаются такие пирамиды черепов. Вот это вот «Апофеоз войны». Жуткая, знаете ли, картинка, что в 19 веке была жуткая, да, в общем-то, в 20 веке мертвые черепа, естественно, никак не изменились, и в 21 веке тоже особого гламура не приобрели. Почему я вспомнил эту картинку? Ну, потому что Министерство обороны Российской Федерации решило провести, как они это назвали, военно-патриотическую акцию. Военно-патриотическую акцию по провозу по железной дороге из Москвы во Владивосток трофеев сирийской войны. То есть 23 февраля, в день советской армии, или как он там теперь называется, защитника Отечества, 23 февраля какой-то там спецпоезд, по-видимому, там такие открытые платформы будут, а на этих платформах будут валяться какие-то трофеи сирийской войны. Не знаю, что такое. На самом деле, была бы настоящая война, могли быть настоящие трофеи, да, там, скажем, самолеты сбитые, или танки какие-то. Но, в общем-то, воевали регулярные российские войска там фактически с партизанами, вот с этим самым ИГИЛом. И кроме внедорожников, которые можно на любой московской улице увидеть, и каких-то там пулеметов-автоматов, в общем-то, там, по-моему, особых трофеев-то быть не может. Но это бог с ним. Может, найдутся какие-нибудь трофеи, может, они там что-нибудь из картона сделают, вроде копии Рейхстага, которую под Москвой недавно пытались штурмовать. Уж не знаю, насколько успешно сгорела она там, в конце концов, или нет. Короче говоря, поедут, значит, через всю Россию эти самые трофеи сирийской войны. Наводят на какие-то довольно, надо сказать, банальные размышления, но хоть они и банальные, но, в общем-то, сказать об этом надо. Во-первых, сама по себе вот эта идея, вот эта как бы традиция, она абсолютно средневековая. Это какой-то факин вообще феодальный ужас. То есть это когда-то вводили людей, закованных в кандала через большие города, с тем, чтобы в них плевались, кидали камнями и так далее. Это были какие-то пленные, какие-то басурмане там и так далее. Могут сказать, а как же немецкие военно-пленные, которых тоже вводили там и по Москве, и по другим советским городам. Ну, вы знаете, одно дело Великая Отечественная война, действительно, великая и героическая, и жутчайшая война всего нашего народа, а другое дело – это презренная и омерзительная сирийская авантюра, которая всем абсолютно до лампочки. И опять же, это же не пленные, это же какие-то, это какие-то трофеи. А где пленные-то? Вообще непонятно, где пленные. Всех перестреляли, по-видимому, или они сейчас в Чечне живут и работают у Рамзана Кадырова охранниками, кто его знает. В общем, традиция, конечно же, ужасная. У нас такого, ну, скажем, в Советском Союзе такого не было. Была тоже война в Афганистане, но никаких трофеев афганской войны. В общем-то, по-моему, в тогдашнем Министерстве обороны никому и в голову не приходило это дело показывать. В качестве не то чтобы трофеев, а в качестве экспонатов и памяти о сирийской войне. Хотя я думаю, что все ее постараются забыть, и как можно скорее совершенно бессмысленную войну в поддержку кровавого диктатора за нефть и непонятно что. Так вот, в качестве этих экспонатов, я думаю, было бы гораздо более честно, например, провести вот эти цинковые гробы, груз-200 с сотнями погибших там русских военнослужащих. Если не гробы, то, скажем, сбитые наши самолеты, вертолеты, которых там достаточно, которые гораздо больше похожи на военные трофеи, чем какие-нибудь там фаустпатроны покореженные. Ну, если не гробы, то, скажем, в памяти солдат, многие из которых получили награды, можно было бы их портреты повесить на этих самых открытых платформах. Нет, этого ничего нет. Все у нас отлично, маленькая победоносная. Вот вам, пожалуйста, трофеи. Кстати говоря, вот вся эта вот история с военно-патриотической, этой омерзительной, фальшивой затеи, она проходит на фоне другой истории, не менее омерзительной. И касается она того, что, как сейчас стало известно, те российские солдаты, которые погибли в Сирии, теперь их родственники сталкиваются с огромными проблемами в том, чтобы получить за них какие-то деньги, какие-то пенсии, какие-то компенсации и так далее. То есть они им положены по, ну, как бы и по справедливости, да и по каким-то там бюрократическим делам тоже, по каким-то правилам, законам. Но их не дают. То есть они приходят в военкоматы, в военкоматах их посылают. И вот эти родственники, бедные эти вдовы, сироты и так далее, они вынуждены эти суммы денег, крайне, кстати, скудные, получать только через суд, а не через военкоматы, через Министерство обороны. Почему так происходит? А оказывается, потому что, опять же, вот это вот свинство, лживость и подлость и лицемерие нашей власти. Потому что гриф «секретно», как правило, стоит на делах тех, кто погиб в Сирии. То есть они там погибли, а потом это все дело засекретили. И в газетах об этом не писали, и телеканалы об этом не говорили. И все, все засекречено. И, соответственно, и деньги тоже получить можно только вот каким-то корявым судебным образом. Крайне, крайне подлая история. Что-то еще можно сказать. Я, пожалуй, не знаю ничего, ничего более гнусного и фальшивого, чем вот этот вот нынешний путинский показной патриотизм.